Доброе утро, друзья! 11.04 в Москве. Мы рассказываем о главных событиях онлайна за ушедшие 7-8 дней. Рунать сегодня, 24 июня 2014 года, 99.6 в Москве или онлайн на финанс.фм. Смотрим на ушедшую неделю, как я уже сказал, выделяем самое главное, расставляем акценты. До того, как начну говорить про события, короткий взгляд на календарь. 25 июня, то есть завтра, исполняется 15 лет со дня релиза Windows 98, легендарной операционной системы. Кто-то ведь еще это помнит, а? Подожди, я тебе еще не представил, Илья. Запуск ПО состоялся 25 июня 98 года. Меня зовут Максим Спиридонов, гость этого выпуска. Вот как раз, собственно, вот в этом моменте ты мог появиться. Это Илья Пономарева, депутат Госдумы, член комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Здравствуй. Доброе утро. И Елена Орлова, представитель Небанковской кредитной организации ПЮ. Или еще по-другому, тренд-платежной системы. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Значит, у нас такие сегодня практически полярные компетенции. То есть такая вот электронная коммерция, платежная системы и законотворчество, в том числе в области... Настоящая коммерция. И настоящая коммерция. Ну, ты палишься, Илья. Не я, почему? Значит, идем дальше. То есть разберемся. Кто настоящий. Коллеги, мы отобрали для вас, как экспертов, которые будут комментировать события этой недели, так и для наших слушателей, восемь наиболее значимых новостей Рунета и глобальной сети. Три из них наиболее интересные традиционно мы обратили в такие сюжеты, которые будут сопровождаться различными дополнениями, кроме самой новости. Ну и пять других, собственно, обсудим в экспресс-режиме. О чем, собственно, пойдет речь о главном? Коротко. Яндекс.Браузер стал мобильным. Это вот будет первый сюжет. Каковы перспективы этого продукта? Яндекс вообще-то успешен по ходу ведущего российского поисковика в мобильный сегмент. Второй сюжет. Фотосервис Инстаграм, который стал теперь еще и видеосервисом. Приложение дает возможность записывать видео и выкладывать, собственно. Поговорим в контексте этой новости о перспективах мобильного видео, микроформатов, а также оценим успешность союза Инстаграм и Фейсбук, которые, собственно, насчитывают уже какое-то время. Там скоро у них, видимо, серебряная свадьба. Какая-нибудь такая. В масштабах скорости жизни интернет-отрасли. И, наконец, третий сюжет. Госдума приняла законопроект, призванный бороться с пиратскими фильмами в сети. Именно фильмами. Хотя сначала шла речь о том, что разговор будет о всем дигитальном цифровом контенте. Что говорят о нем интернет-эксперты? Что думают о нем в Госдуме? Илья у нас, собственно, изнутри. Поможет ли победить этот закон пиратства в сети? Не станет ли он еще одним рычагом в руках государства для какого-либо давления? Это анонс главных новостей. А сейчас, как обещал, экспресс-обсуждение. Рунет сегодня на Финам. Финам. 99,6 в Москве. Первая новость. Платежная система Яндекс.Деньги может быть заблокирована в Украине. В частности, начальник подразделения противодействия аналоговым преступлениям с использованием новейших технологий, главного управления Министерства доходов Василий Поезд, заявил, что его ведомство собирается влиять на нелегитимные платежные системы, работавшие в Украине, например, на Яндекс.Деньги. Ранее проблемы возникали у украинского вебмани. Еще одна платежная система, популярная в России и созданная в России, в общем-то, в ней базирующаяся изначально. В офисе был проведен обыск, а счета у вебмани были заблокированы. Елена, новость во многом ваша. Что происходит в Украине с платежными системами? Да, действительно, новость по нашей теме, по ее тоже имеет офис в Украине. И скажу сразу, что мы, конечно, заметили одним из первых, что начинаются проблемы у, например, вебмани, когда, собственно, происходили в офисе вебмани, видимо, выемки документов, то есть происходили определенные события, и в том числе были заблокированы на некоторое время их счета. И, соответственно, на это же время вебмани приостановила выплаты, то есть был приостановлен действительно денежный поток. Это, в общем, серьезно для рынка, это серьезно для тех, кто платит в интернете, безусловно. Слава богу, сейчас все это восстановилось, и платежи снова пошли. Поэтому, наблюдая, так сказать, со стороны за этим процессом, конечно, в первую очередь напрашивается вывод, что, ну, наверное, это был какой-то первый шаг, и, видимо, следует ожидать того, что, может быть, как-то ситуация будет либо развиваться, либо она вот сейчас законсервируется и вебмане будут продолжать работать. Если коротко, Илья, какой прогноз? Ну, в случае с Украиной у меня прогноз, в общем, неблагоприятный. Я считаю, что это вот поезд, под который попал Яндекс.Деньги, он будет идти и дальше, потому что у меня перед глазами пример России. Примерно полтора-два года назад у нас была большая битва в Государственной Думе вокруг всех интернет-платежных систем, систем электронных денег. Был серьезный накат со стороны банков, которые хотели полностью этот сектор зарегулировать. И я как бы там был активным участником борьбы против банковского лобби в этой ситуации, чтобы не убить вот этот вот сегмент рынка. И в итоге мы смогли прийти к компромиссу, и несмотря на то, что там были введены определенные ужесточения с точки зрения регулирования, тем не менее, вот интернет-деньги остались легальными. Но, очевидно, на Украине будет более жесткая ситуация, потому что там нет ни Яндекса, ни Mail.ru, это для них иностранные компании, а банки свои родные. Окей, опять в банковском лобби. Нам нужно идти дальше, к сожалению, потому что время у нас на 5 новостей небольшое. Едем дальше. ФСБ каким-то образом получил доступ к данной переписке в Фейсбук владельца по тем же системе Хронопей Павла Рублевского. Я бы сказал многострадального, потому что очень уж долго все это происходит. И понятой, переписки Рублевского понятой, по его делу Анастасии Курочкиной. Представьте, защиту Рублевского обвинили ведомство во взломе серверов соцсети. Совсем коротко, они взламывали, как ты думаешь, Илья? Уверен, что да. Взламывали? Мне кажется, Илья, что это было просто получение доступа, может, они просто договорились с ней. Они могли получить доступ, да, моё мнение. Я уверен, что они не получили доступ путём договорённости с Фейсбуком. Я думаю, что они получили пароли. То есть взлом не серверов был, а взлом паролей. Взлом паролей, да. Кражили или получили каким-то иным образом. В общем, ФСБ, получается, нелегитимно действует. Не в рамках закона. Ну, в общем, да, но это особенно не секрет. Я вот в своей деятельности постоянно вижу, что и мой Gmail читается, и Фейсбук читается, и Твиттер читается. А по каким признакам это видишь? Ну, есть утечка информации маркированной, которую я специально делаю, и это видно, что она утекает. То, что Твиттер читают неудивительно, в общем-то, видимо, там для этого и пишешь. Я пишу директ-мейл в Твиттере, так же, как и СМС-ки и все остальное. Поэтому надо жить в условиях того, что мы живем в стеклянном доме. Тем более, что я, в общем, в свое время начал это преследование Павла Врублевского. Собственное расследование по его делу началось с моего запроса в Государственной Думе. Сейчас депутаты фракции ЛДПР пытаются представить, что я за это получил большие деньги. Но там серьезная тема с киберпреступлениями, сначала со спамом, потом с ДОС-атаками. Поэтому эта история очень длинная. И понятно, что там стоят большие финансовые интересы с обеих сторон. Еще одна тема, которая сродни той, что мы обсудили сейчас. Депутат Железняк предложил перенести по юрисдикции России в первый раз данными россиян. Из глобальных корпораций, то есть Google, Facebook и так далее. По его мнению, соответствующие поправки в законодательстве должны быть приняты уже осенью. Параллельно этому Совет Федерации принял решение расследовать скандал с доступом в американские спецслужбы Севера РАМ крупнейших интернет-компаний. Как эта идея, Елен, вам? Насколько она кажется реалистичной? То, что Севера РА, Google, Yahoo, кто там еще вспомнит из крупных игроков, которые используются в России, переносятся в Россию? Вы знаете, Максим, я помню еще, что было в Советском Союзе. В общем, это, конечно, все очень похоже на железный занавес, который возможно... Осторожно пытаются поставить. Вот, да. Поэтому я скажу, что с большим вниманием я, конечно же, слежу за этой новостью, как и, наверное, многим моим коллегам по цеху. Прогнозу, Илья. Это, конечно, кошмар и ужас, то, что делает Сергей. Я всегда удивляюсь, этот человек, который был одним из родоначальников рекламного рынка московского, представителем Руперта Мердека в России, одним из первых, кто привлек крупные деньги вот на этот медийный рынок иностранный. То, что он сейчас возглавляет крестовый поход против свободы слова, против свободы в интернете, это, конечно, очень и очень грустно и печально. Но я думаю, что вот это конкретное регулирование вряд ли пройдет, потому что оно технически малореализуемо и очень легко обходимо путем использования там прокси-серверов, других технических средств. Поэтому, мне кажется, это абсолютно такой пустой пиар, но это скорее сигнал Гуглу, там, Фейсбуку и так далее. Там, будьте сговорчивы, если вы хотите делать бизнес в России. Ну, по китайскому варианту такой сигнал? Ну, по китайскому сигнал, но реализация невозможна, как Китая. Идем дальше. Сервис бронирования отелей «Островок», довольно одиозный стартап, известный в интернет-среде, на 3 сократил свой персонал. Руководители проекта объяснили свое действие желанием выйти на окупаемость. Ну, не медленно, как мы поняли, а со временем, в конце концов, то есть в каких-то реалистичных сроках. Елена, это вот сокращение означает то, что тревел-сегмент в интернете стал сдуваться? Нет, конечно. Тревел-сегмент в интернете, видимо, все-таки как-то пытается заработать деньги в интернете, как и все остальные сервисы. Он выходит в трезвую канву, то есть хватит... Да, да, совершенно верно. Я думаю, что это как раз такой шаг, который мы называем оптимизацией ресурсов внутри компании. И, как сказал один из основателей компании, да, что, в принципе, этот шаг послужит тому, чтобы компания лучше сфокусировалась на том, что ей нужно сделать именно сегодня. Да, не когда-то в будущем, а вот сегодня самые важные шаги. Для этого, видимо, хватит двух третей персонала. Да, это бог. И последнее, осталось буквально минуты, даже секунд 50. Основатель соцсети ВКонтакте Павел Дуров вернулся в Россию. Он был замечен на мероприятии в рамках Петербургского экономического форума. Или означает ли это, что ситуация ВКонтакте устаканивается? Как помним, мы, он уехал в апреле после того, как началось на него уголовное дело. Оно было закрыто после этого. И вот сейчас вроде как они приходят к какому-то компромиссу. Ну, собственно, мы видели и уголовное дело закрыто, и арбитраж пошел относительно незаконности продажи акций. То есть видно, что у Павла нашлись влиятельные покровители, которые смогли вот эту первую волну окончить. А кто это? Ну, давайте не будем. А ты знаешь? По фамилии мы же видели, что в этом конфликте участвовали люди из числа первых лиц нашего государства. То есть господин Усманов, видимо. Ну, хорошо, не будем. Мы продолжим, и разговор пойдет о Яндексе буквально через 2-3 минутки. Мы продолжаем расстрелять акценты о том, что случилось важного в области виртуального, в онлайн-сегменте, в мобильном вебе, в интернет-бизнесе за последние 7 дней. Вместе с экспертами и гостями этой студии. Напомню, что меня зовут Максим Спридонов, гостью опуска Лена Орлова, представитель небанковской кредитной организации PayU и Илья Пономарев, депутат Госдумы, член Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Значит, прошли экспресс-обсуждения. Сейчас у нас впереди три сюжета, как я обещал, в которых мы остановимся в каждой новости довольно основательно. Но прежде задам вопрос. Коллеги, какую роль, с вашей точки зрения, сегодня играет мобильное направление для интернет-компаний? Для каких сегментов онлайн-бизнеса оно более важно, для каких менее? Илья. Ну, я считаю, что это основное направление развития, потому что я вообще верю в конвергенцию десктопов. Я верю в то, что будет единое устройство, через которое мы будем получать всю информацию. Ты даже сказал, так знаешь, верю в конвергенцию десктопов, как вот верую в конвергенцию десктопов. Верую, верую, абсолютно. Ну, мне кажется, мы это хорошо видим, то, что появляются новые там эти гибкие дисплеи, которые можно на стенку клеить, да, появляется интерактивная реклама. Вот мы видим, как появилась вся линейка планшетных компьютеров. Я, например, сейчас активно пользуюсь этим ультрабуком, там, новым Windows 8, где и тачскрин, то есть тот же самый планшет и традиционный ноутбук. Я считаю, что все это сольется в одно универсальное устройство. Иными словами, утекает интернет из десктопов, вот растекаясь по вещам, порой даже неожиданным. Ну, у нас же вообще технологии развиваются так волнообразно по синусоиде, да. Сначала была эпоха мейнфреймов, когда все было централизовано, и только терминалы, потом персональные компьютеры, распределение вычислительных ресурсов. Сейчас обратно идет, когда опять мы приходим к терминальному способу представления информации. И, конечно, я считаю, что облачные операционные системы, которые будут универсальны вне зависимости от типа железки, и приложения, которые также являются универсальными вне зависимости от типа интерфейса, конечно, за ними будущее. Именно там лежат самые большие деньги, с моей точки зрения. — Мобильное направление таковое. Не является ли оно в каком-то смысле уже вчерашним днем? Не нужно ли идти дальше? Там уже Яндексу идти в носимые компьютеры, вот, не знаю, в интернет вещей, в приложения для смарт-ТВ, для холодильников умных каких-нибудь? Елена? — Возможно. Я, кстати, хотела добавить в комментарии, что вот эта конвергенция, о которой он говорит, по-моему, она там наполовину уже произошла. То есть многие уже просто, ну, постоянно, да, мы ходим с планшетами, не мыслим себя без них, да, где-то достопи остались на работе, да и то там, в основном, всегда это уже легкие версии, это ноутбуки, то есть мобильность во всем. И, ну, конечно, то есть в нашей жизни это все присутствует, вы просто еще задавали вопрос, Максим, хочу ответить, для чего используются вот такие устройства, да, и согласно последним исследованиям, американцы их проводили, мы смотрели, что, в общем, все равно сейчас большую часть времени люди проводят вот в таких устройствах все-таки что-то, потребляя какую-то информацию. То есть они все-таки еще мало что-то покупают, но они очень много читают, они много ищут, много там, соответственно, в социальных сетях проводят, вот, но вот если говорить про e-commerce, например, то пока еще это только первые шаги в мобильном мире, вот, безусловно, он тоже там будет, вопрос только в какой степени. Ну, а для порталов сегодня вот... Для порталов это, конечно, обязательно, но это очевидно, это просто очевидно, да, это просто там надо быть, это уже must-have, может быть, вы правы, кто-то в этом процессе уже начинает опаздывать, то есть, естественно, те, кто были первыми, они уже приучили аудиторию к себе и уже установили некие стандарты. Но главное все-таки это приложение, это, вот, правильно было сказано, там, холодильники, стиральные машины, электронные книги, электронные журналы, дополненная реальность, все эти очки, то есть, которые сейчас есть, вот, это должно быть абсолютно универсальным, и поэтому должна быть такая операционка, которая всюду работает одинаково, и приложения, которые всюду работают одинаково. Ну, поговорим об этом в том числе, сейчас об этапах мобилизации, проводимой Яндексом. Компания Яндекс предоставила мобильную версию собственного браузера для айпада и смартфонов на платформе Android. Веб-обозреватель дает единую строку для интернет-адресов поисковых запросов. Кроме того, Яндекс.Браузер оснащен режимом Turbo, что позволяет ускорять его работу и экономить энергию мобильного устройства. Осенью компания планирует представить также Яндекс.Браузер для айфон и для планшетов на Android. Вот еще раз задам вопрос, Илья, на твой взгляд, не ушел ли поезд у Яндекса в мобильных устройствах, они заведомо ведь невыгодные позиции, получается. То есть, они бьются с Apple на их территории за пользователя с их браузером Safari, они бьются с Google на тех территориях среди Android. Ну, они, скорее всего, повторяют аудиторию Google, и мне кажется, что поезд здесь совершенно никуда не ушел, потому что я вот себя поймал на том, я очень долгое время был лоялен одному браузеру, интернет-эксплойеру, очень долгое время. Потом перешел на Chrome, а потом я поймался на том, что я очень постоянно переключаюсь под разные браузеры, в зависимости от платформы, от компьютера, от сайтов, и сейчас пользуюсь и Chrome, и Firefox, и Opera. Поэтому, если бы Яндекс предложил что-то особенное, вполне возможно, это бы попало в эту самую линейку. Другое дело, что у них ядро-то все равно хромовское, и я, честно говоря, для себя не вижу большого смысла пересаживаться на какой-то новый браузер. Но, учитывая то, что они имеют большую линейку сервисов, то навязать пользователю свой браузер, они вполне могут получить там 5-6-7% пользовательской базы. Это, соответственно, дополнительная монетизация, и нормально, я думаю, что это окупится этот проект. Вот этот вопрос, который ты задал, чем, собственно говоря, Яндекс.Браузер отличается, и зачем его поставить? Мы задали Тиграну Худовердяну, руководителю направления мобильных и программных продуктов Яндекса, и мы спросили его, чем мобильный браузер от Яндекса отличается от существующих, а также о том, какую долю рынка мобильных браузеров Яндекс планирует завоевать. Во-первых, мы учли эргономику Android-смартфонов. Они со временем стали все больше и больше, и многие уже, конечно, помещаются в ладонь, но в одной руке многими программами управлять стало достаточно сложно. И самый важный элемент браузера, строку ввода адреса, поисковую строку, мы понятили, самый низ экрана, на клавиатуре открытый, самый низ, фактически вы можете пользоваться браузером одной рукой и большим пальцем не управлять, это достаточно неудобно. Во-вторых, в мобильном интернете, в мобильном вебе люди очень-очень много вводят поисковых запросов. Вообще, в основном, мобильный браузер в основном используют для поиска. Яндекс.Браузер в поисках, где многие финалии, которые люди используют в мобильном поисковом, они обрабатываются специальным образом. Например, если вы пытаетесь выяснить значение какое-нибудь сложное слово, обычно эти люди пишут это слово и добавляют даже сразу, например, стадию википедия. Мы сразу показываем стадию википедия, минуя результаты поиска, фактически это экономит загрузку одной страницы, один лишний клик. Это экономит времени, фактически работа в интернете становится быстрее и удобнее. Если говорить про показатели, которые мы хотим достигнуть, вообще, в целом, мобильный рынок альтернативных браузеров немножко сложнее. Час для настольных компьютеров люди в целом реже меняют браузер по умолчанию, в особенном мобильном телефоне и сильно чаще на планшете. Мы сейчас оцениваем рынок альтернативных браузеров где-то 20-25%, ну и собираемся войти, я думаю, в тройку. То есть показатели больше не числены, насколько в какое-то ближайшее время пять администров браузеров. Мы дальше посмотрим. Мне кажется, что Яндекс добросовестно идет в мобильный веб, несомненно, понимая, что ему деваться некуда, он должен там находиться. Правда, вот, как уже говорил, есть некоторое ощущение, что он несколько отстает от тех темпов, которые предлагают ему старшие товарищи, я бы сказал, по конкурентной гонке. Тот же самый Google, обладающий, конечно, несоронимо большими ресурсами и возможностями, не находите? Ну они же не могут идти с таким же темпом, как Google, это несопоставимая мощь, несопоставимые финансовые ресурсы и так далее. На финишные чертения никто не будет спрашивать, сколько у кого из чего было? Нет, я не согласен. Яндекс имеет свою определенную нишу, которая связана с тем, что в морфологии русского языка они намного сильнее, ищут по российскому сегменту русскоязычным сайтам намного лучше, чем Google. Еще говорят, в тюркских языках они сильны теперь. Ну да, и вот они, собственно, идут по разным языковым группам, там, где Google может только быть вот универсальным, и они идут от английского языка, а Яндекс идет, соответственно, от национальных платформ. И, соответственно, там, Тигран очень четко сказал, они будут предлагать этот самый браузер, который является фактически расширением поиска. И мне кажется, это абсолютно правильная ставка, потому что на мобильных устройствах ты, прежде всего, действительно занимаешься поиском какого-то ресурса, а не долго сидишь в интернете на каких-то сайтах. И в этом смысле интеграция с поисковым механизмом логична и даст возможность какую-то долю рынка приобрести. Ну, вообще, браузер таковой, это одна из мощнейших, я бы сказал, булавок, которые сегодня интернет-порталы пришпиливают пользователей к себе. Ну, и, в общем, различными сервисами делают это в различных его нахождениях. Там, то же самое Chrome, как думаю, что Яндекс.Браузер тоже позволяет синхронизировать те сайты, которые ты посещал, те закладки, которые ты сделал и так далее, пароли. Вот, и это привязывает пользователя на разных устройствах, собственно, к браузеру, затем, как следствие, к кампании, к поисковой строке. Вот, в общем, понятная стратегия, вопрос, насколько, поскольку она повторяет стратегию Google практически на 100%, сколько она будет давать успехи. Мы спросили в Твиттере наших слушателей, которые сейчас находятся в прямом эфире, в Твиттере моем, собственно говоря, Максим Спиридонов, какими мобильными браузерами вы пользуетесь и почему. Вот такие вот ответы мы получили Яндекс.Браузер для iPad, вот тут у нас продвинутый пользователь, только вышел он тут же, и жду версию для iPhone, пишет, весьма лоярен. Далее Chrome на iPhone, потому что на компе тоже Chrome, и нравится синхронизация скорости работы. Вот, собственно, у меня та же самая история с удобством синхронизации на разных устройствах. Далее ответ Safari, Chrome не понравился на iPhone, вот, дали ответ Safari, в общем, такие вот ответы мы имеем. В общем, Safari, Chrome, правда, Яндекс.Браузер тоже проскочил, но не сильно. Какие перспективы вообще развития мобильного направления у Яндекса в вашей точке зрения, Елен? Ну, безусловно, на это направление делается ставка, это очевидно, да, то есть это направление, которое будет развиваться и в рамках Яндекса в том числе. Мы, кстати, обратили внимание, что вот недавно в Яндексе произошли там кадровые перестановки достаточно существенные, то есть там топ-менеджеры компании Афиши Рамблер уходят в Яндекс, да, об этом было сообщение в новостях. Да, и, собственно, это значит, что, скорее всего, вот такие направления, там, какие-то новые направления развития в Яндексе будут серьезнее видны в ближайшее время. Я думаю, что мобильные — это одно из таких направлений. Вот, а поскольку, вот, я правильно сказала, и вы, Максим, что много приложений уже есть у Яндекса, в том числе для мобильных устройств, все будет дополнять друг друга. Окей, впереди у нас новость про появление видео в Инстаграме, об этом и будем говорить. И снова доброе утро, 11.31. В Москве мы продолжаем расставлять акценты и точки над «и» и над «ё», как я обычно шучу, хотя уже шутку, по-моему, загонял, хватит ее повторять. Значит, 99.6 в Москве, финам.фм в онлайне — это те координаты, в которых можно нас обнаружить в радио и онлайн частотах, частотах, и услышать, собственно, нас в прямом эфире. Также напомню, что можно слушать в подкасте, то есть в записи наших программ, не пропуская ни одного эпизода, вне зависимости от того, где вы находитесь. Подкаст доступен либо в iTunes по поиску «Руна сегодня», либо, собственно говоря, на сайте финам.фм. Меня зовут Максим Спиридонов, а гости выпуска Илья Пономарева, депутат Госдумы, член Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, а также Илья Норлова, председатель небанковской кредитной организации «ПэйЮ». Коллеги, еще раз здравствуйте. — Здравствуйте, Максим. — Здравствуйте. Технологии, сервисы и пользовательские привычки в современной онлайн-среде меняются стремительно. Последние годы в нашу реальность стремительно ворвалась привычка или мода, если хотите, вести хронику жизни в соцсетях и микроблогах. Кто-то из нас это делает, кто-то в меньшей степени. Кто-то вообще не делает принципиально, но таких, кстати говоря, очень немного в среде моих знакомых. Однако инструменты, которые используются для этого, не эволюционируют. Вот если смотреть на скорость эволюции самого веба, то сами инструменты, они, собственно, как были, так и остались. Это тексты, фотографии. Ну, 98% в большом счете. Видео, несмотря на его, несмотря на его большую информативность, казалось бы, видео самый информативный вид контента в интернете, используются редко. Вопрос. Почему это так, Илья? Ну, я не очень бы согласился с тем, что он используется редко. На мой взгляд, наоборот, он набирает популярность просто каждый день. Хроники жизни? Ну, конечно. Я имею в виду, что именно в пользовательском сегменте. Не, ну, он объективно набирает популярность. Очень часто сейчас люди уже делают не фотографии, а короткие видеоролики. И здесь, как раз, вопрос в том, что, я думаю, должен появиться сервис типа, вот, твиттера текстового, который бы очень жестко ограничивал бы длину видео. Такой есть, Vine, например, у твиттера тоже самое. Сейчас вот Инстаграм. А, то есть, ты интригу тянешь. То есть, еще, в общем, никто не знает, и вдруг, оп, сюрпризы, фанфары. Не, просто, я, например, вот меня, например, всегда сдерживает с видео именно трата времени. Конечно, это более информативно. Конечно, это более интересно. Конечно, это возможность развернуто высказаться. Но вот сидеть там 5 минут, 10 минут этот самый ролик, слушать, ну, у меня никогда не получается. Вот тебе ответ. Да, ну, и, соответственно, короткое сообщение. Ну, когда ты снимаешь как бы фотографию, но не фотографию. Вот фотографию, но немножко в ней есть движение, которое там, например, повторяется все время. Это очень, на мой взгляд, будет привлекательным форматом. В теории все красиво, но есть мнение, что не очень-то это популярно сейчас и будет популярно. Елена, вы как считаете? Видео для пользователя. Да. Здесь действительно вопрос, кто, собственно, контент производит, а кто его потребляет. Да, тем, кто производит, наверное, очень классно и нравится. Да, и все вот эти сервисы, наверное, в первую очередь на них направлены. Что Vine от Twitter, что, собственно, новый сервис в Instagram. Они направлены на то, чтобы технически дать возможность тем людям, которые хотят выразить себя в видео, да, вот эту возможность им предоставить и это видео выложить. Да, оно должно быть отформатировано, да, оно должно быть. В Instagram, кстати, оно подлиннее, там, 15 секунд. Вот это уже больше возможностей себя выразить, да, и много еще можно чего сделать. То есть, в принципе, достаточно профессионально еще обработать этот свой видеоролик. Вот, вопрос в том, что действительно много ли найдется людей, у которых хватит времени все это потом потреблять и, там, просматривать. В принципе, когда ролики короткие, думаю, что да. А здесь, мне кажется, еще одна из дилемм, да, вот вопрос курицы и яйца, что первичное, что вторичное. Вот, когда сервис появляется, да, много людей, которые, в общем, пока еще не умеют им пользоваться, да, вот те же видео профессиональные сниматели, там, их обрабатывать. Профессиональную фотографию сделать много легче, вот, в наши дни, чем, там, профессиональное видео. То есть, мы еще пока все, там, как большая аудитория, новички в этом процессе. Фотография — это один кадр, а видео — это 24 кадров в секунде. Ну, и, как бы, кадров можно сделать несколько, потом выбрать один, там, и так далее. То есть, все это вот проще в нашей жизни, в такой, бывательской, да, когда мы все-таки не профи в этом процессе. Вот вопрос с видео здесь интересный. Обучит ли нас всех вот этот новый сервис производить это качественное видео или нет? То есть, если появится, опять же, какая-то куча, ну, извините, мусора в интернете, который никто не будет смотреть, этот сервис, конечно же, не будет популярен, но он умрет сам собой. Вот здесь есть еще очень важный вопрос, связанный с интерфейсом. Вот помните, какой был, в общем, прорыв, когда появились анимированные гифки? И появились аватарки с анимированным гифом. Это же как резко привлекает внимание. Сейчас все видео, которое у нас есть там в ленте, в фейсбучной или в контактовской, или в твиттере, нужно кликнуть для того, чтобы оно поехало. И это понятно почему, потому что ограничение полосы. И нельзя, если видео вообще длинное, да, то ты полностью, там, весь свой поток займешь этим самым видеопотоком. А если оно очень сильно ограничено по длине и по качеству, то можно делать так, чтобы оно запускалось автоматически. И ты читаешь ленту, и у тебя сразу есть что-то анимированное. Я вот гарантирую, что это будет привлекать огромное количество внимания. Это будет принципиально другая емкость, рекламная, и привлечение внимания будет качественно иным, чем если будут простые фотографии. Я, кстати, тоже могу сказать... Такое огромное количество людей это будет раздражать. Но это же должно иметь возможность отключать, включать. Но вот я читаю, например, твиттер-ленту, которые фотографии постятся напрямую, там, всяким твит-пиком, там, и так далее. А они мне в ленте сразу показываются, я их вижу. Те, которые из инстаграма, которые мне надо нажать, я очень редко на них нажимаю. Потому что так, открыть еще дополнительно окно, отдельно посмотреть, это трата времени. Ну, говорится, это one-click-away, да, каждый клик в два раза уменьшает, соответственно, количество людей, которые на него нажали. Вот с видео, я думаю, ровно та же самая история. Хорошо. Сейчас про новые инструменты, которые, возможно, внесут коррективы в ландшафт социального веба. Фотоприложение Инстаграм предоставило пользователям возможность снимать видео. Программа позволяет записывать ролики длиной до 15 секунд и обрабатывать их при помощи специальных фильтров. Подобно фотографиям, видео публикуется в общей ленте пользователя. Введение нового функционала было объяснено тем, что статической картинке, фотографии, порой бывает недостаточно, чтобы запечатлеть интересные моменты жизни. Как известно, подобный сервис публикации коротких видео с осени прошлого года есть у Twitter. Они его купили, это сервис Vine, там, по-моему, 6 секунд ограничения, тоже именно короткая. Компания нас учит мыслить короткими форматами интернет-компании. Ну так что все-таки теперь? Все станет иначе, социальные сети зацветут видео, вот как Илья рассказал, будет такого вот, наводишь, вьешь ленту в Facebook или ВКонтакте, и там у тебя постоянно какие-то запускаются, Илья. Не исключаю такую возможность. Ну это же, мне кажется, будет тяжеловато для... с непривычки точно. Привычка будет тяжеловата, и опять же, да, это должно быть все кастомизироваться под пользователя, то есть можно отключить-включить, можно там, соответственно, от этого пользователя принять, не принять. Но, в принципе, если действительно будет достаточно такой универсальный режим, когда просто это живые картинки, например, да, или действительно короткие, интересные, хочется сказать, видеосообщения, но неправильно, да, то есть какие-то сценки, давайте сценками это назовем, возможно, это будет интересно. Что такое Инстаграм, в большом счете, давайте разберемся, просто мне кажется, что это важно, как вот Титл в свое время. Это философский вопрос для нашей передачи, это с часа на два сейчас. Подготовимся, запасемся едой и водой, и начнем. Значит, Инстаграм — это способ дать пользователю возможность вот так вот, по щелчку пальца, стать фотохудожником. Ну, вот в таких бытовых условиях, так сказать, дома на кухне, показав свою еду, свои ноги, или что-то там еще обычно в Инстаграме постят, кота, да, вот, или красивую, или не очень красивую девушку, ну, и, наложив на нее фильтры, вот именно фильтры, включая момент, это вот получается такая вот слепок красоты, слепок прекрасного. С видео эта штука, мне кажется, не пройдет. Более того, кстати, вот буквально в резонанс с моим мыслям, выходя из дома, я прибежал глазами, попался мне статья на тех кранче, где автору скажет, примерно, такие же соображения, что вот видео — это другая история, что каждый кадр в этом видео, которых 24 в секунде, не сделаете красивыми, и будут вот такие вот из Инстаграма, который такой немножко сделанный сказочным отчасти, слепок реальности, фантазийной реальности пользователей, как они хотят увидеть, с наложенными фильтрами, вот такого же вот реальности видео не воспроизвести, а будут просто плохие, непрофессиональные, короткие видео, никому не нужные, не находишь ли я? Нет, я думаю, конечно, такого же эффекта, как с точки зрения фотографии на видео, не сделать, потому что, ну, все, кто пользуется Инстаграмом, знают, там, подбирают эффекты, да, каждый кадр смотрит, он с таким эффектом лучше смотрится, с таким-то хуже, да, то есть поигрался, понравилось, значит, выложил. С видео так не сделать, но мне, я думаю, что фокус с видео будет в аппаратной сфере лежать. Главная проблема с видео все-таки это полоса пропускания, главная проблема, чтобы оно не занимало ресурсы. Если это флеш, который показывается, да, это сильно жрет ресурсы устройства, да, его универсальность. Поэтому вопрос кодека, который будет использоваться для передачи видео. Я считаю, что сам факт наличия двигающейся картинки уже достаточен, чтобы привлечь внимание, чтобы на него посмотреть. Но если ценой наличия подобных картинок будет то, что мое устройство перестанет работать, потому что оно будет жутко тормозить, или у меня сожрется весь мой телефонный трафик, вот проблема. Поэтому я думаю, что развитие видео будет по мере, с одной стороны, процессорной мощности будет развиваться видео, по мере перехода от 3G на 4G будет развиваться видео. И, конечно, вот кодеки, это тоже очень важно. Ну вот, все-таки, сегодняшнее положение вещей, Елен, к вам вращу вопрос. Как вы считаете, носимых устройств, их процессорной мощности, возможность работы с видео, скорости сети, вот реальной скорости, а не той, которой хотят заявлять провайдеры, что у нас будущее уже наступило, оно, в общем, местами совсем не наступило. Скорость очень маленькая, видео не загрузить будет, не выгрузить. В общем, оно будет тормозить устройство. Надо ли это кому-то? Ну, как я сказала, да, я не исключаю этой возможности. То есть при всех вот, всех условиях, которые сложатся, да, если они сложатся, тогда я не исключаю. На сегодняшний день, естественно, мы мало смотрим этого видео, вот именно такого, да, произведенного там пользователем, больше там, наверное, смотрим, там, YouTube, может быть, да, но там, не знаю, видео в соцсетях, ну, наверное, мало. Но опять же, повторюсь, мне кажется, это все-таки пока вопрос того, что, ну, нету достойного предложения, чтобы за него надо было как-то бороться, да, чтобы надо было обязательно там, не знаю, вот терпеть то, что тормозит мое устройство, да, и обязательно это смотреть. То есть, ну, вот нету таких звезд. Вот вопрос, если они появятся, да, если мы поймем, зачем нам это нужно, тогда, наверное, все и подтянется. В общем, вот из того, что мы обсуждаем, делаю такой вывод, что, в общем, в неопределенной ситуации сейчас появляется это короткое видео, как инструмент для пользователей, как инструмент создания хроники своей жизни. И, в общем, неясно, станет ли оно такой же реалией, как стали тексты, картинки реалий инструментом хроники. Хочу дать коротко из Твиттера сообщение. Напомню, что Твиттере Максим Спридонов мы задаем вопросы по ходу движения программы. И вот есть возможность к этому обратиться. Мы спросили там, в моем Твиттере, следующее. Ваш выбор, Vine, это тот самый сервис от Твиттера, или видео от Инстаграма, или ни то, ни другое. Почему? Ответы вот такие. Инстаграм. Vine удалил сразу, как дали возможность видео постить, хотя, по сути, сервисом видео вообще не пользуюсь. Далее ответ. Нет, Инстаграм, хотя он уже не торт, любимый мем в интернете про не торт. Инстаграм, но нужна доработка. Только некоторые моменты использования не нравятся, пишет еще один пользователь. Vine ставить надо, а Инстаграм уже есть. Ну, опять-таки, действительно, сейчас они пытаются Инстаграм раскачать свою пользовательскую базу, на то, чтобы они работали с видео. Ну, еще ответ там. И, конечно, Vine 6 секунд уже достаточно, 15 уже много. Вот еще одна версия. Ну, и там, ответы Инстаграм и другие. Вот такие дела. Ну, и совсем коротко, в буквально 20 секунд, Илья, Инстаграм и Фейсбук, вот этот брак по расчету или по любви, бог-то его знает, он перспективен? Безусловно. Я считаю, абсолютно правильная сделка, потому что Инстаграм, безусловно, социальная сеть. И расширение, слияние этих пользовательских баз – это хороший способ монетизации. Ну, да. В интервью Лентеру Кевин Систром, создатель Инстаграма, на вопрос о том, как и когда сервис идет зарабатывать, ответил. Сейчас у нас нет никаких планов на этот счет. Ну, счастливые люди. Через пару минут… Могут себе это позволить. Мы вернемся к микрофону, чтобы продолжить обсуждение главных онлайн-новостей недели. Поговорим о самом громком, о том, как Госдума душит интернет-пиратов. Доброе утро или почти уже добрый день. Это Рунет Сегодня, программа о главном, что случилось за последнюю неделю в области онлайна, интернет-бизнеса, мобильного веба. Скоро буду говорить к этому… к этой последовательности еще там носимых компьютеров, дополненной реальности. Что, впрочем, уже периодически говорю, потому что, о чем уже не раз вспоминал, это также становится нашей реалией. В нашей виртуальности нашей реальностью, если можно так выразиться. Меня зовут Максим Спиридонов, гостью выпуска Елена Орлова, председатель правления Небанковской кредитной организации ПЮ, Илья Пономарев, депутат Госдумы, член Комитета Госдумы по экономической политике, инвестиционному развитию и предпринимательству. У нас осталась последняя новость на сегодня, последний сюжет, самый вкусный, по большому счету. Самый грустный. Коллеги, перед обсуждением следующей новости задам вопрос, который часто звучит в студии нашей программы. То, что сейчас в Рунете практически любой цифровой продукт, фильм, песня, книга, может быть скачан бесплатно. Это хорошо? Это проявление подлинного либерализма, инновационности? Как это, Елена? Мое мнение такое. В общем, как решил правообладатель, так и надо. Вот хочет правообладатель на этом зарабатывать, пусть зарабатывает. Не хочет зарабатывать, благотворитель хочет нести себя в массы и в люди, значит пусть будет бесплатно. Ну, естественно, как международная компания, по ее не может сейчас сказать, что мы покрываем пиратство. Конечно, нет, мы против. Илья? Я в данном случае с Еленой не согласен, потому что это вопрос правового режима, который выставляет та или иная юрисдикция. Я считаю, что общий вектор развития законодательства в сфере защиты авторских прав эволюционирует в сторону стимулирования бесплатного контента. И Российская Федерация до вот этого несчастного закона была не исключением. Мы легализовали лицензию Creative Commons полтора года назад. Это был шаг в абсолютно правильном направлении. По смыслу я не против, естественно, того, чтобы защищать права. Но я против того, чтобы защищалась стартовая интеллектуальная собственность. Я за то, чтобы защищались услуги, которые сделаны на основе этой интеллектуальной собственности. То есть, грубо говоря, автор написал песню. Но если на основе этой песни есть сервис прослушивания этой песни, концерт, какие-нибудь сопутствующие материалы, вот это мы защищаем, чтобы за каждое использование копеечка, соответственно, автору отчислялась. Иначе получается, что мы строим большие монополии, олигополии правообладателей, лейблов, которые не имеют ничего общего с авторами. Это те люди только, которые занимаются тиражированием, перепродажей. И в конечном итоге мы вот жалуемся о том, что у нас засилие попсы. Это все является прямым следствием того правового режима, который у нас существует. Потому что гораздо проще один раз раскрутить один бренд, в данном случае там, например, автора, исполнителя. И потом всю жизнь сидеть и стричь купоны, несмотря на то, что ничего в этой сфере не происходит. Также и в области программного обеспечения. Мы видим, что есть конфликт подхода, условно говоря, а-ля Microsoft и подхода, там, а-ля Linux. Я, конечно, в данном случае за подход а-ля Linux. И надо сказать, что даже Microsoft, я много общаюсь с представителями этой организации, они начали понимать, что этот путь более перспективный. И вот модель продаж Office 365, например, она именно такая. То есть, пожалуйста, вы скачиваете программное обеспечение сколько угодно, кто угодно, куда угодно, зачем угодно. Но если вы начинаете пользоваться этим продуктом, по чуть-чуть, за каждое конкретное использование, грубо говоря, за каждый запуск Microsoft Word или PowerPoint и так далее, вы отчисляете компании-производителю. Я считаю, это абсолютно нормальный, правильный подход. И законодательство должно это защищать и это стимулировать. У меня столько есть с тебя планировать. Просто нет времени, сейчас нужно саму новость запустить. Сейчас я по поводу попсы. Мне кажется, что попса на сегодня вот в интернете при повсеместном распространении все-таки это слепок реального положения вещей с художественным вкусом страны. Это взаимоувязанные вещи. Если ты начинаешь с утра до вечера людей потчевать определенным видом продукции, то ты формируешь на эту тему моду. Если ты ему показываешь с утра до вечера Дом-2 по телевизору, то он и будет Дом-2 смотреть, а не будет смотреть Андрея Тарковского. И это мы же только сейчас сказали про Папсу, про произведения, но это же то же самое в области технологий. Мы говорим там, например, про возобновляемую энергетику. Кто самый большой инвестор в возобновляемую энергетику? Нефтяные компании. Почему? Для того, чтобы огородиться патентами и не давать возможность эти технологии внедрять в жизнь. Это же всем совершенно известно, кто в этой сфере работает. Вообще это патентный сквотинг, он является фактом нашей жизни, и мы как законодатели должны его запрещать, а не стимулировать вот такими законами, как те, которые приняты сейчас Государственной Думой. Хорошо, сейчас о принятии собственно закона, который может стать началом больших изменений в области цифровых интеллектуальных продуктов в Рунете. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект по борьбе с распространением нелицензионных фильмов в сети. Среди прочего, документ даст возможность в досудебном порядке блокировать сайты, на которых, по мнению правообладателя, размещена пиратская копия его фильма. В законопроекции также указано, что дела, связанные с защитой интеллектуальных прав на кинопродукцию в интернете, должны рассматриваться в московском городском суде. Закон может вступить в силу уже 1 августа. Как с любым российским законом, его должны еще утвердить сайт Федерации и подписать президент страны. Это будет сделано, Илья? Ну, к сожалению, уверен, что да. Его же пролоббировал Никита Сергеевич Михалков. До этого он наложил лапу на вообще всю продукцию, которая в нашей стране продается. Мы с каждого компакт-диска ему платим 1% отчислений просто ни за что. И это совершенно, на мой взгляд, возбудительно. Это вообще нарушает конституцию страны, ставя отдельных людей в неравноправное положение со всеми остальными, вводя скрытое налогообложение. У нас вообще законодательство в последнее время имеет столько фундаментальных проблем с правовой точки зрения, что это еще просто дополнительный штрих. Почему-то очень, вот в этом споре про обладателей и пиратов, так скажем, очень явно видны две довольно сомнительные с точки зрения радикализма позиции. То есть, действительно, одна позиция Михалкова, ну или около Михалковская, может так выразиться. А другая позиция, это позиция тоже пиратская, в общем, но зачастую на грани криминала. Почему-то нет каких-то здравомыслящих людей, которые все это урегулируют громко. На мой взгляд, как раз говорю, вот позицию среднюю и позицию рациональную. Я не выступаю за то, чтобы просто все объявить бесплатным, все общим, и что хотите, то и делайте. Потому что результатом этого будет то, что действительно реально авторы загнутся, если они не смогут получать никаких отчислений за то, чем они занимаются. Я выступаю за изменение модели получения денег. Ведь в том же самом Linux, например, сегменте, то, что сама операционная система, например, бесплатна, это не означает, что не могут существовать компании типа Red Hat, которые берут деньги за обслуживание этой системы, за ее сопровождение, внедрение, инсталляцию и так далее. Это как раз та модель, про которую я говорю. Есть услуги, которые выстроены на определенном авторском продукте. И эти услуги должны быть защищены. И законодательство должно обеспечивать на этом рынке порядок и возможность людям зарабатывать. Ну, здесь с того, что ты говоришь, можно понять, что нужно услуги рутрекера, например, торренттрекера, за то, что он mp3-файлы исполнитель доставляет, оплачивать. Но не исполнители. Например, это один из механизмов. Тот же самый ВКонтакте... Звучит довольно революционно. Тот же самый ВКонтакте совершенно может нести какой-то платный сервис и делить эти деньги с правообладателями, легализовать, соответственно, весь свой продукт. Я обращаю внимание, вот у нас на столах здесь мы сидим, есть iPad, да? Ведь они же провели революцию с точки зрения доступа к платному контенту. Я хочу сказать, что по статистике в России сейчас более половины, например, того же видеоконтента легально. Мы считаемся одними из лидеров в области пиратства, но, тем не менее, даже у нас больше половины контента легальных. Это официальная статистика. Вот этот вот закон, который сейчас принят, он абсолютно в этом смысле излишен. И это просто, чтобы люди ничего не делали, чтобы как раз не развивали никакие услуги, а просто сидели в своих кабинетах и стригли купоны. У нас есть еще одна точка зрения, которая, возможно, будет иной. На связи Роберт Шлегель, депутат Госдумы, который присоединился к разработке законопроекта. Роберт, приветствую. Ваш комментарий к этому принятию, к закону? Я согласен с тем, что нужно, конечно, искать способы монетизации, но, например, в случае с одной социальной сетью, которая сейчас приводилась в пример, есть проблема с тем, что есть добросовестные ресурсы, есть не совсем добросовестные, которые не ищут способы монетизации контента, не заключают соответствующие договора и не пытаются каким-то образом сделать так, чтобы торговать, а они могли бы это сделать легальным контентом. Именно для таких существует этот закон. Что касается того, способствует ли этот закон появлению сервисов различных, которые будут предоставлять за умеренные цены в легальной констанции, я считаю, что он будет способствовать этому, а не наоборот. Хорошо, большое спасибо, Роберт, у нас немного времени, осталось буквально минуты до конца программы. Я хочу просто привести конкретный пример. Этот закон запрещает, например, ту модель лицензирования, которую продвигает Google, и которую я считаю абсолютно правильной, когда человек может скачать любой контент абсолютно бесплатно, но открывая его в своем проигрывателе, он, соответственно, копеечку платит правообладателю. Например, такой сервис из-за этого закона будет абсолютно невозможным, а он самый удобный для пользователя. Из заявления Яндекса о поводу этого закона в такой редакции пишет Яндекс. Законопроект направлен против логики функционирования интернета и ударит абсолютно по всем, даже не только по пользователям интернета и владельцам сайтов, но и по самим правообладателям. Полностью с этим согласен. Мнение изнутри интернета. Елена, вас не приключали, буквально пару слов по поводу закона. Ну, как я сказала, что относительно, в принципе, вот самого движения я за, но относительно методов, которыми мы пытаемся бороться с пиратством, вот здесь я думаю, что действительно какой-то радикализм точно наблюдается. Вот мое мнение. Дальше нас будут ждать, Илья, принятие законов по поводу музыки, программного испечения, книг цифровых и так далее? Будет, будет. Все будет, к сожалению. Другое дело, конечно, с видео и с кино просто есть большой лоббист, в виде Михалкова. А с музыкой пока нет. У нас в области аудио нет, но я думаю, что до этого тоже дойдет. На этом заканчиваем. Меня зовут Максим Спиридонов. Это была программа «Уронет сегодня». Слушайте нас каждый понедельник. Спасибо, что слушаете. Всего доброго и пока. Субтитры подогнал «Симон»